Для большинства людей, пострадавших от паводка, строятся новые дома. Однако есть и те, кто решил приобрести готовое жилье. К примеру, в Уилском районе более 130 семей купили дома в райцентре. В их числе семья Гульжан-Утиньязовой, которая до половодья жила в селе Якпитал. Подробнее в материале Жасана Жалбакова. Гульжан-Утиньязова работала воспитательницей заведующей детского сада. В 60-х годах она проживала в поселке Якпитал. Но из-за паводка семье пришлось перебраться в райцентр. У них было два варианта получения крыши над головой. Это строительство нового дома или покупка готового. Гульжан выбрала второй вариант. Самое главное, что все целы. Я рада тому, что нам удалось справиться с весенним паводком. Нам даже помогли обрести крышу над головой. Большой двор, просторные комнаты. Выражаю огромную благодарность каждому жителю Уилского района. Никто не остался в стороне, когда случилась беда. Спасибо Акимам области и районам, и всем сотрудникам аппарата Акима. И отдельная благодарность общественному объединению под руководством Айднур Жигунусовой. Они оказывали нам гуманитарную помощь. Местный Акимат предоставил компенсацию после того, как мы потеряли несколько голов скота. Но самое важное, как говорила ранее, все живы и целы. Семья приобрела пятикомнатный жилой дом за сумму более 21 миллиона тенге. Комната здесь, как видно, очень обширная. Как раз для большой семьи. Вместе со мной живет мой муж Жумамбек Утиньязов. Он работал водителем в селе Якпитал более 40 лет. А сын Жанебек трудится в железнодорожном ведомстве. Невестка учитель математики. У нас трое внуков. Двое учатся в школе, а один ходит в детский сад. Всего семь человек в нашей семье. Вообще, хотелось бы отметить, что в этом году паводок был очень сильным. У нас ранее происходили наводнения. Но подобного масштаба половодия до этого не наблюдалось. Я впервые за долгое время столкнулась с этим явлением. Дети, в свою очередь, рады новому дому в райцентре. Мне семь лет. Этот дом мне очень нравится. Он лучше, чем тот, который был в нашем поселке. Здесь двор большой. Очень много комнат. Всего в районе готовые дома закупила 131 семья. Жасан Желбаков, Женнадий Сагиев, телеканал АкТУБИ.